...энергией, чтобы доказать своему создателю, что она не кукла, не марионетка и способна на многое и без его участия. И доказала. В 1975 году, спустя три года после триумфа в Мюнхене, 20-летняя Ольга буквально летает от снаряда к снаряду и становится абсолютной чемпионкой СССР. А это было еще сложнее, чем завоевать мировое первенство. На международных соревнованиях Ольги противостояли только три лучшие гимнастки Советского Союза. А на чемпионате страны вся национальная сборная, сильнейшая в мире. Канадский город Монреаль был столицей 21-й Олимпиады. Летом 1976 года здесь собрались лучшие спортсмены нашей планеты. Ольга приехала на соревнования уже признанной звездой, от которой ждали новых свершений. Но так и не дождались. За несколько дней до старта у нее разболелся голеностоп, и все сложные элементы пришлось исключить. Однако и это не помогло. К середине обязательной программы Оля захромала. С трудом добравшись до финиша соревнований, Корбут смогла завоевать лишь две награды. Командное золото и серебро за выступление на бревне. Вопреки ожиданиям, 21-я Олимпиада не стала для Ольги Корбут триумфальной. Зритель был разочарован. Неужели она никогда не сможет выступать так, как раньше? И болельщики больше никогда не увидят ее знаменитую петлю. Всеобщая любимица стала другой. Она больше не могла летать. Судья Гюнтер из Германии рассказывал позднее. Ему на секунду показалось, что ей не 21, а 30 лет. От чуда с косичками не осталось и следа. После стремительного взлета на вершину падение было неизбежно. Остались позади победы и тренер, сделавший ей имя. Революционные элементы Корбут перенесли гимнастику на новый уровень. Все сложнее и сложнее становилась акробатика. Подросло новое поколение гимнасток, среди которых Надя Каманечи, Лена Мухина, Маша Филатова. «Я сделала все, что смогла», — скажет Ольга. Ей казалось, что жизнь закончилась. Но впереди Ольгу Корбут ждала еще одна судьбоносная встреча. Свидание на небесах. Именно там она познакомилась с человеком, который изменит ее жизнь раз и навсегда. В том же 76-м из Москвы в Нью-Йорк вылетел самолет, на борту которого находилось сразу две звездных команды. Одна из них — советская сборная по гимнастике, которой предстояли показательные выступления в США. Второй — не менее известный коллектив — дружный мужской ансамбль «Песнеры». Русская прима гимнастики Ольга Корбут была особенно популярна в Америке. Легко представить, какие чувства испытывали Турищева и другие чемпионки сборной, когда увидели напечатанные к выступлениям афиши с надписью «Ольга Корбут и русская команда гимнасток». Слава песнеров в Советском Союзе тоже достигла апогея. Их пластинки выпускались миллионными тиражами и раскупались мгновенно. Повсюду из радиоприемников звучали хиты любимых всеми музыкантов, и где-то на самом верху было принято решение отпустить ансамбль на гастроли по Соединенным Штатам. Гимнастки сразу же нашли общий язык с ребятами из «Песнеров». Очень скоро образовалась одна шумная компания, и только два человека не спешили веселиться со всеми. Ольга Корбут и Леонид Барткевич, золотой голос «Песнеров», кумир миллионов советских девушек, несомненно были знакомы заочно. Он знал о ее мюнхенском триумфе, она слышала песни в его исполнении по радио и телевидению. В самолете Леонид сразу узнал Ольгу и удивился, что такая популярная девушка скучает в одиночестве. Но еще больше Барткевич был поражен, когда звезда сама подошла к нему познакомиться. Полет был долгим. Леонид успел рассказать Ольге, как стал музыкантом, и о приглашении Владимира Мулявина, руководителя «Песнеров». О том, как стал солистом теперь уже популярной группы, и как бросил ради эстрады профессию архитектора. Леонид говорил, Ольга слушала. А потом вдруг перебила симпатичного собеседника, посмотрев ему в глаза. Она мне сказала, если я когда-нибудь выйду замуж, я никогда не выйду за спортсмена или артиста. Я сказал, почему? Она говорит, потому что постоянные поездки, у тебя одна жизнь, у меня другая жизнь, я так не хочу. Я если хочу выйти замуж, чтобы я был все время с ним. На прощание Леонид и Ольга обменялись телефонами, не зная, увидится ли когда-нибудь снова. Но там, на небесах, уже все было решено. Не пройдет и года, как они будут вместе. По иронии судьбы, Ольга сбежит из-под венца, оставив спортсмена ради артиста.